Запомните одно. Вы не лентяй. У вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет. Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени. Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень – это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам, подожди минутку. Ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить? Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. Если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки, это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. Пять, четыре, три, два, один. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего пять минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от последнего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова